Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня вашему вниманию мы хотим предложить очередной пятый урок курса английский язык, водно-коррективный курс. Как вы уже поняли, тема нашего сегодняшнего занятия Past Perfect Continuous I had been doing Напомню, на нашем предыдущем занятии мы изучили с вами такое время английского глагола, как Past Perfect. Мы с вами говорили о том, что в английском языке необходимо указывать последовательность протекания действия. Мы с вами говорили о том, что для говорящих на английском очень важно представить и представлять себе то, в какой последовательности разворачиваются действия, в том числе и в прошлом времени. Мы с вами говорили о том, что Past Perfect используется тогда, когда мы с вами должны показать и сообщить, соответственно, нашим слушателям, что какое-то действие произошло раньше, чем другое действие в прошлом. Также мы с вами уже изучали глаголы группы Continuous. Мы с вами говорили о, например, Present Continuous, или Past Continuous, или Future Continuous. То есть мы с вами говорили о том, что английский глагол может рассматривать действие и описывать соответственно действие, как длительное. Сегодня перед нами стоит очень сложная задача, потому что мы с вами будем говорить об очень сложной форме английского глагола, который называется Past Perfect Continuous. С одной стороны, если мы посмотрим сейчас на даже название этой формы, мы с вами поймем, что это форма, которая описывает некое действие в прошедшем времени. Что? Нам важен результат совершения действия. И более того, само действие носит продолженный характер. С одной стороны, конечно, очень удобно, потому что, посмотрев на эту форму, мы с вами можем в качестве подсказки ее использовать. Давайте начнем, как обычно, наше занятие с примера, с вообразной ситуации. Вчера утром я встал и выглянул в окно. Вот ситуация, которую нам предстоит сейчас с вами описать. Во-первых, действие происходит вчера. Вчера утром я встал и вчера утром я выглянул в окно. Вчера утром солнце светело, но вчера утром земля была очень мокрой. Мы с вами должны сказать, что до этого шел дождь. Нам нужно выбрать такую глагольную форму, которая, с одной стороны, указывала бы на прошлое действие. То есть на действие в прошлом. Более того, на такое действие в прошлом, которое бы предшествовало другим действиям в прошлом. Например, встал, выглянул в окно, солнце сияло, земля была мокрой. Во-вторых, нам нужно было бы сказать, что это действие было достаточно продолжительным. Ведь если бы это действие не было бы достаточно предложительным, земля не была бы мокрой после того, как светило яркое солнце. И мы с вами должны воспользоваться вот такой вот формой. Посмотрите, пожалуйста, на экран. Это предложение, которое полностью выделено. И это предложение, за исключением подлежащего it, именуется past perfect continuous. С одной стороны, оно указывает на прошедшее действие. И не просто прошедшее действие, а прошедшее действие, которое предшествовало другому прошедшему действию. Оно носило еще и продолженный характер. Вот это вот все заключается в форме had been raining. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что эта форма не синтетическая, а аналитическая, то есть лексическое и грамматические значения разделены, то есть выражены разными словами. Еще интересным в этой форме является то, что эта форма универсальна для всех лиц и чисел. То есть существует одна единая форма вне зависимости от лица и вне зависимости от числа. Давайте же посмотрим, как же образуется это время. Но до этого мы с вами еще раз обратимся к ситуации. Дождя не было, когда я выглянул в окно. Светило солнце. Вот почему земля была мокрой. had been running и является формой, которую мы называем past perfect continuous tense. Вот как она образуется. Глагол had been То есть это глагол to be в форме past perfect плюс причастие первое. Had been плюс причастие первое. Обратите внимание, что форма универсальна. То есть здесь нет различий ни по лицу, ни по числу. Также обратите, пожалуйста, внимание, что в скобках представлены редуцированные формы. Нельзя сказать, что это время очень часто используется в современном английском языке. Но, тем не менее, существуют ситуации, когда использование такой грамматической формы просто необходимо. Чаще всего эта форма используется в редуцированной форме. То есть вспомогательный глагол had, при помощи которого образуется форма past perfect continuous, сокращается до звука d. I'd, he'd, she'd. Давайте еще раз посмотрим на форму и ее постараемся запомнить. I had been doing You had been doing He had been doing She had been doing It had been doing We had been doing They had been doing Разберем еще несколько примеров When the boys came into the house Their clothes were dirty Their hair Was untidy And one Had a black eye They had been fighting Когда мальчики вошли в дом или пришли домой Их одежда была грязной Волосы грязные или взлохмаченные А у одного Был синяк под глазом Мальчики дрались Обратите, пожалуйста, внимание на форму Had been fighting Во-первых, мы с вами уже говорили, что употребление past perfect continuous Возможно тогда, когда соблюдается несколько условий Каких именно? Давайте на примере, который мы только что с вами представили Их рассмотрим They had been fighting Действия относятся к прошлому Более того, действия, как мы видим из предыдущей ситуации Описывает некое событие, которое произошло до некоторого действия в прошлом То есть до того, как мальчики пришли домой Они уже подрались Дальше Драка носила какой-то вот длительный характер Судя из глагольной категории Had been fighting И все Вот это, все эти грамматические значения передаются при помощи формы Had been fighting Следующий пример, который мы хотим предложить вашему вниманию Звучит так Я очень устала, когда приехала домой Я проработала весь день Как и в предыдущем примере Важным является соблюдение нескольких параметров Во-первых, действия относятся к прошедшему времени Более того, не просто к прошедшему времени А к Ко времени, которое предшествует Другому действию в прошлом Более того, все действия носят длительный характер Вот в этом предложении Вы можете увидеть указание на длительность как All day Обратите внимание, что Фраза, в которой используется Past perfect continuous Является как бы завершающей То есть она Собирает, аккумулирует В себе все значения, которые передаются При помощи предыдущих фраз Даже если мы с вами обратимся к предыдущему примеру То же самое мы можем с вами сказать и о нем Когда мальчики прибыли в дом Их одежды были грязные Волосы злохмаченные А у одного под глазом синяк То же самое касается и следующего примера Я очень устала, когда прибыла домой Когда приехала домой, пришла домой И в результате делается некий вывод Я проработала целый день Или же Мальчики подрались Давайте теперь вспомним И постараемся хорошенько запомнить Как же используется время Past perfect continuous Это второй пункт нашего плана Мы используем past perfect continuous Для того, чтобы сказать Какое время, сколько, как долго Какое-то действие происходило До того, как произошло еще какое-то другое действие Конечно же Гораздо проще эту ситуацию Посмотреть на определенных примерах Обратимся к такому примеру The football match had to be stopped Футбольный матч пришлось прервать Здесь сразу хотелось бы мне отметить Но об этом мы с вами будем говорить На наших последующих занятиях Что глагол to have Как и глаголы to be Глагол to do Могут в английском языке Выступать в трех ипостасиях Во-первых, они могут быть смысловыми глаголами И тогда глагол обозначает иметь Они могут быть смысловыми глаголами То есть использоваться при образовании времен И, наконец, они могут выполнять Функцию модальных глаголов Вот как в предложении, которое мы только что с вами видели Не стоит путать Разные значения глагола Например, to have Футбольный матч пришлось остановить В данном случае глагол had выступает в качестве В качестве модального глагола Обратите, пожалуйста, внимание на это предложение Во-первых, как мы с вами уже из контекста знаем Действие происходило в прошлом Более того, это действие происходило до того Как другое действие В данном случае ужасный шторм разразился И более того, мы с вами видим Что действие шло полчаса То есть имело длительный характер На что в предложении и указано При помощи существительного с предлогом They had been playing for half an hour When there was a terrible storm Давайте посмотрим еще один пример Кен курил 30 лет До тех пор, пока окончательно не бросил курить Обратите, пожалуйста, внимание на данное предложение Мы с вами знаем, что Кен бросил курить Это произошло в какой-то момент в прошлом Если мы с вами обратимся в предложение, мы увидим Что в этом предложении точно не указано время Когда Кен бросил курить Но указание здесь опосредованное При помощи глагола to give в форме past simple Мы с вами знаем, что это произошло в какой-то момент в прошлом Но до того, как Кен бросил курить В течение целых 30 лет он курил И вот это вот значение Значение того, что действие продолжалось до того, как он бросил курить Что действие носило длительный характер Передается, как вы сейчас можете увидеть на слайде При помощи формулы Эта формула называется past perfect continuous Had been smoking На прошлом нашем занятии мы говорили о past perfect Мы с вами говорили, что это действие Которое указывает на совершение действия До какого-то момента в прошлом Относительно действия past perfect Past perfect continuous является усложненной конструкцией Которая указывает не только на то, что действие Произошло в какой-то момент в прошлом До того, как свершилось иное действие в прошлом Но носило еще и длительный характер Это необходимо запомнить Ко всему прочему, past perfect continuous И past perfect Это формы глагола, которые В принципе взаимозаменяемые Их употребление зависит от воли говорящего Как, в принципе, и всех форм Если по какой-то причине Мы с вами хотим подчеркнуть длительность действия Или указать на сам характер действия Тогда мы должны использовать форму continuous Если нам важен только результат Тогда мы можем использовать форму past perfect sample Вот в этом заключается основная разница Между этими двумя формулами Но мы с вами хорошо знаем, что continuous мы употребляем с вами тогда Когда нам, как говорящим, сообщающим Важно указать на сам характер протекания действия Мы могли бы и по-русски выстроить такую же конструкцию С одной стороны, мы могли бы просто констатировать факт Что кто-то кого-то ждал целых два часа Если бы мы хотели показать, допустим, наше возмущение Или какие-то наши чувства В отношении двухчасового ожидания То мы могли бы использовать, допустим, лексическую форму Вот уже два часа, как я тебя жду В английском языке аналогичное значение Может быть передано, опять-таки, не при помощи лексических средств А при помощи грамматических средств Если вы просто констатируете факт Это будет один из глаголов в форме simple Если вам важно указать на характер действия На длительность действия Или на то, что действие занимает очень много времени Или что вы, наконец, рассматриваете это действие как длительное Тогда необходимо использовать форму континиуса Давайте обратимся к предыдущему примеру И мы могли бы его с вами аналогичным образом описать They had been playing for half an hour when there was a terrible storm Мы могли бы с вами сказать They had played Даже for half an hour when there was a terrible storm В таком случае у нас была бы просто констатация факта Они сыграли полчаса, когда разразился дождь Или же вот более эмоциональное предложение They had been playing for half an hour when there was a terrible storm Они отыграли полчаса, целых полчаса, когда разразился ужасный шторм Аналогичным образом мы можем с вами посмотреть и следующее предложение Кен had been smoking for 30 years Употребление формы past perfect continuous эмоционально окрашивает данную фразу Кен курил уже 30 лет, когда наконец-то отказался от курения Мы могли бы с вами эту фразу выстроить несколько иным способом Употребив в ней past perfect simple Кен had smoked for 30 years when he had finally gave it up Реально, как бы, с точки зрения информативности Данное предложение не потеряло ничего Но с точки зрения эмоциональности, безусловно Предложение с past perfect continuous считается более эмоциональным Здесь подчеркивается именно само действие Хотя здесь важен и результат Давайте перейдем к следующему пункту нашего сегодняшнего занятия Это пункт 3 И сравним употребление past perfect continuous и present perfect continuous Подобно тому, как мы с вами делали на предыдущем занятии Когда сравнивали past perfect и present perfect Как обычно, давайте сначала прочтем некое правило The past perfect continuous I had been doing Is the past of the present perfect continuous I have been doing Past perfect continuous I had been doing Является формой прошедшего времени от present perfect continuous I have been doing Что это значит? Это значит, что past perfect continuous используется примерно так же, как present perfect continuous Но за исключением того, что present perfect continuous относится к настоящему моменту То есть к моменту речи, что касается past perfect continuous То оно описывает некую точку в прошлом Конечно же, нагляднее всего посмотреть примеры How long have you been waiting until now? Как долго ты ждешь? То есть на самом деле мы можем сказать, что процесс либо продолжается до сих пор То есть он не завершен, либо только что завершился Это одно из условий функционирования present perfect continuous Мы с вами говорили, что когда употребляется время perfect continuous Будь то present и, соответственно, past perfect continuous Мы не можем с точностью сказать, завершилось ли действие Или оно продолжает совершаться Но, впрочем, нас как говорящих это и не особо интересует Нас интересует вот сам факт длительности действия Обратимся давайте к предыдущему примеру И еще раз на него посмотрим How long have you been waiting? Сколько ты ждешь? С точки зрения русского языка мы можем использовать здесь и глагол в настоящем времени И глагол в прошлом времени Но мы с вами должны обязательно понимать, что действие может быть как завершенным Тогда, возможно, допустим, более удачливой или удобной формы прошедшего времени Ты сколько ждал или прождал? Или действие еще не завершено? Ты сколько ждешь? Ты уже сколько ждешь? Тогда мы с вами покажем, что действие продолжается сейчас Следующий пример, который мы с вами можем разобрать Этот пример тоже относится к настоящему времени He is out of breath He has been running Он просто выбился из сил Он бежал Обратите внимание, поскольку точка отсчета является некий момент настоящим То обязательно будет использование времени present perfect continuous А теперь мы с вами можем посмотреть несколько примеров Когда точка отсчета становится не настоящий момент, не момент в настоящем А момент в прошлом И обратите, пожалуйста, внимание на то, что же меняется Когда переносится момент из настоящего в прошлое Как долго ты ждал? Сколько ты прождал? Когда, наконец, пришел автобус Вот обратите внимание, пожалуйста, на то, что в случае, когда мы с вами употребляем Past perfect continuous Действие завершается Это условие употребления past perfect Ведь past perfect употребляется тогда, когда указывается на то, что некое другое действие началось после того, как завершилось это действие в прошлом Поэтому такой вот вопрос How long had you been waiting when the bus finally came? Является типичным для ситуации использования past perfect continuous Но в данном случае, конечно же, речь носит эмоциональный характер Поскольку здесь спрашивающего интересует не столько факт ожидания автобуса Сколько само действие То есть длительность совершаемого действия Следующий пример, который мы тоже хотим предложить вашему вниманию Аналогичный Он выбился из сил, он еле дышал, он тяжело дышал Почему? Потому что он бежал Нам в этом случае форма или употребление формы past perfect continuous Точно указывает на то, что действие происходило в прошлом Например, при помощи момента He was out of breath Во-вторых, то, что действие носило длительный характер He had been running И более того, действие завершилось Потому что на это указывает сама форма Had been running Сравнивая употребление present perfect continuous и past perfect continuous Мы должны с вами констатировать следующее Present perfect continuous описывает действие, которое произошло до настоящего момента в какой-то период И результат этого действия имеется в настоящий момент Более того, действие может до конца не завершиться, а может завершиться только что Что касается past perfect continuous То это действие, которое совершается в прошлом Носит длительный характер И имеет некий результат до того, как некое другое действие в прошлом началось Давайте посмотрим следующий пункт нашего сегодняшнего плана И мы с вами сравним употребление форму Past perfect continuous И past continuous То есть мы сейчас с вами будем сравнивать Перфектное длительное время и неперфектное длительное время Когда я выглянул в окно Я понял, что до этого шел дождь Вот обратите внимание на такое необходимое добавление в русском языке Дело в том, что английская конструкция Had been running Указывает на то, что действие происходило в прошлом и уже завершилось Когда я выглянул в окно Это фраза, которая в русском языке требует некоторого распространения Я выглянул в окно и, наверное, можно было бы сказать И понял Что? До того момента шел дождь Но поскольку время называется past perfect Это значит, что действие завершилось до наступления Или до начала совершения другого действия в прошлом Что и указывается в скобочках Когда я выглянул в окно, дождя не было Он прекратился Вот это очень важный момент Для изучающих английский язык русскоговорящих Потому что в русском языке Такие категории у глагола просто отсутствуют Что, конечно же, находит отражение И в частности в лексической системе Более того, это находит отражение И тогда, когда нам необходимо будет эту фразу перевести То есть мы не можем эту фразу перевести Следуя как бы дословному переводу Хотя все единицы, которые используются в предложении Они имеют соответствующие, можно сказать, устойчивые эквиваленты В русском языке Но проблема заключается в том Что языковая картина мира У русскоязычного и англоязычного говорящего Несколько различаются В частности, языковая картина мира Здесь отражает именно и грамматический строй Английского и, с другой стороны, русского языка Для русского языка необходима некая связка Между этими двумя предложениями Которые образуют сложно подчиненное предложение времени Когда я выглянул в окно Я понял, что до этого шел дождь Но при этом по-русски мы должны были сказать Что, допустим, когда я выглянул в окно Дождя уже не было То есть мы могли бы с вами прибегнуть Так называемому антонимичному переводу И тогда вот фраза Когда я выглянул в окно Дождь уже закончился Была бы более приемлемой С точки зрения национальной русской картины мира Давайте посмотрим следующий пример Который тоже очень важный Когда я выглянул из окна Шел дождь То есть мы с вами можем эту же фразу Сказать по-другому Дождь шел, когда я выглянул из окна Итак Говоря о таком сложном времени Как past perfect continuous Мы должны, во-первых, помнить о том Что существует Время Present perfect continuous С одной стороны Существует время Future perfect continuous С другой стороны Существует время Past continuous Present continuous И future continuous И не конец Существует время Present perfect Past perfect И future perfect То есть в данном времени Мы сталкиваемся с вами С тремя глагольными категориями Которые существуют в английской системе Во-первых, это временной Временная категория Present past future Это категория перфектности Неперфектности Существует форма Как вам уже хорошо известно Perfect non-perfect И существует категория Длительности недлительности То есть времена Могут быть continuous А могут быть simple Или non-continuous Итак, когда мы с вами Встаем Перед нами встает необходимость Использовать какую-то Глагольную форму В английском языке Первое, что мы должны С вами выяснить Какому времени Можно сказать Астрономическому времени Относится действие К настоящему Прошлому Или будущему Что нам более важно Само действие Или результат Если нам важно Само действие То Это не форма Perfect Если нам Важен результат Это Форма Скорее всего Перфектная И так же Нам нужно с вами Определить Какой характер Длительный Или Недлительный Носят Данное Действие Давайте Попробуем Выполнить Несколько Упражнений Упражнения Достаточно простые Я не думаю Что они будут Для вас Сложны Но прежде чем Мы перейдем К Выполнению Нескольких Упражнений Мне хотелось бы Напомнить Следующее Само Некоторые Глаголы Так, например Глагол Знать Не могут Использоваться В форме Континиус В форме Континиус Не могут Употребляться И другие Глаголы Современного Английского Языка Например Глагол To want Хотеть To need Нуждаться Испытывать Необходимость To prefer Предпочитать To have В значении Обладать Чем-то To think В значении Верить To like Нравиться To love Любить Ненавидеть Ненавидеть To mean Значит Иметь В виду To understand Понимать To remember Помнить To forget Забывать И, наконец, еще Глагол To seem Казаться Примеры Которые Мне хотелось Бы С вами Разобрать На сегодняшнем Нашем Занятии Следующие Фраза, которую Нам нужно С вами Сейчас Сказать Звучит По-русски Следующим Образом Он Учился Упорно Усердно Целый День Давайте Разберем Первое Какому Времени Относится Данное Высказывание Конечно же Данное Высказывание Относится К прошедшему Времени Это Действие Протекало До того Как Том Смотрел Телевизор То есть Это Действие Past Perfect Более Того У нас Есть Указание На то Что Действие Носило Длительный Характер Целый День Поэтому Фраза Которая У нас Должна Получиться Будет Звучать Следующим Образом He Had Been Studying Hard All Day Давайте Посмотрим Еще Один Пример Мы должны С вами составить Предложение Кто Кто-то Курил В комнате Во-первых Нам нужно Сказать Что Это Действие Произошло До того Как Я Вошел В комнату Во-вторых Нам нужно Сказать Что Это Действие Носило Длительный Характер Итак Фраза Которая Нас Интересует Будет Звучать Следующим Образом Somebody Had Been Smoking In The Room Еще Один Пример Которым Мы Сегодня Завершим Наше Занятие The Two Boys Came Into The House Два Мальчика Вошли В Дом They Had A Football And They Were Both Very Tired Они Играли Футбол И Оба Очень Устали Нам Нужно Сказать Что Они Играли Футбол Долгое Время Во-первых Мы С Вами Должны Выяснить Что Точка Отчета Относится К Прошлому Более Того К Предпрошлому Относительно Действий Мальчиков Вошли В дом И Были Усталые То есть Здесь Мы с вами Должны Употребить Форму Past Perfect Также У нас С вами Есть Указание На том Что Это Действие Носило Длительный Характер То есть Мы Должны С вами Употребить Форму Past Perfect Continuous Мы Помним Как Образуется Форма Past Perfect Continuous Это Глагол Had Плюс Глагол Been Плюс Смысловой Глагол В форме Причастия Настоящего Времени И так У нас Образуется Фраза The boys Had been Playing Football All Day Вот таким Образом Мы С вами Будем Учиться Переводить С русского На английский Точнее Мы будем С вами Подбирать Соответствующие Глагольные Формы Русским Формам На этом Наше занятие Подошло К концу Спасибо За внимание До свидания